У нас в Москве произошел теракт. Официальные лица США говорят об ИГИЛ-К. Как вы относитесь к этому теракту? Что же, мы получили информацию от российских официальных лиц. Мы слышали от российских официальных лиц, что ведется очень серьезное расследование. Мы слышали от российских официальных лиц, что нападавшие, по-видимому, были экстремистами по своей природе. Мы также слышали от российских официальных лиц, что у них есть неопровержимые доказательства того, что люди внутри Украины готовились принять нападавших как героев, и что они хотели бы узнать больше об этом. Мы также слышали от российских официальных лиц, что они отслеживали телефонные звонки этих людей. У них есть телефоны, у них есть записи телефонных разговоров. И мы узнали, что благодаря этим записям они смогли арестовать 11 человек в Москве, которые оказывали помощь и работали с турецкими властями, чтобы арестовать еще 40 человек в Турции. Так что я думаю, что русские единственные, кто говорит что-то хотя бы отдаленно похожее на правду. Мы слышали от американцев. 7 октября или 7 марта они выпустили предупреждение посольства США в Москве о том, что существует опасность немедленного нападения на места скопления людей, включая концертные залы. Это достаточно удивительно, очень конкретная деталь. И мы также знаем, что один из нападавших осмотрел концертный зал, о котором идет речь, в тот же день, когда был опубликован пресс-релиз посольства США. Потому что они планировали напасть на этот концертный зал 9 марта. Это попадает в 48-часовое окно, кстати, согласно пресс-релизу посольства США. Что происходило 9 марта? О да, российская суперзвезда Шаман должен был дать концерт, но концерт был отменен из-за усиленной охраны. Так что они отступили и в итоге напали 22 марта. Ты знаешь, я не имею в виду, я имею в виду, что я знаю, когда Мария Зухарова говорит, она часто делает это. Я имею в виду, что это всегда эффективно, но она делает это для того, чтобы произвести впечатление, чтобы показать, насколько глупы люди. Но я сосредоточусь не столько на том факте, что она говорит, что Соединенные Штаты еще не выяснили, кто убил президента Кеннеди, сколько на том факте, что Соединенные Штаты хранили молчание о нападениях на Северный поток-2 и о том, кто это сделал. И все же мгновенно Соединенные Штаты смогли заявить, что это был ИГИЛ-К, а не Украина. Я хотел бы узнать больше о том, почему Соединенные Штаты делают это заявление. Мне было бы интересно это. И я думаю, что каждый должен задать этот вопрос, прежде чем принять нарратив, выдвинутый Соединенными Штатами. Задать вопрос, почему они выдвинули этот нарратив в те сроки, которые у них были. Мне гораздо удобнее принять российский нарратив, потому что, в отличие от кого бы то ни было, русские единственные, кто выкладывает факты на стол. Находите ли вы какое-либо сходство между этими людьми и террористическими атаками, которые мы видели до сих пор со стороны ИГИЛ? Ты знаешь ИГИЛ, это я имею в виду, во-первых, думать об ИГИЛ как о чем-то едином, даже ИГИЛ-К, это абсурд. Ты знаешь ИГИЛ-К, это производная от идеологии первоначального исламского государства, которая была основана в Сирии и распространилась на Ирак. И во многих отношениях, ты же знаешь, мы называем это ИГИЛ, это исламское государство в Ираке и Сирии. Некоторые люди называют это ИГИЛ, исламское государство в Леванте. Но это так. Идея состояла в том, чтобы создать халифат в этом регионе мира. ИГИЛ-К, это группа, которая родилась в Афганистане из-за разочарования многих боевиков политикой Аль-Каида и Талибана, которые, по их мнению, были недостаточно исламскими. И поэтому они обратились к ИГИЛ в Сирии и Ираке и сказали, мы хотим быть такими же. Так что они смоделировали себя. Они сказали, мы хотим создать халифат в Афганистане. Это ИГИЛ-Харасан. Боко-Харам в Африке присоединился к ИГИЛ, так же, как и другие западно-африканские исламистские группы. Итак, а потом мы видим по всему миру, что есть люди, которые скажут, я мотивирован ИГИЛ, поэтому я буду действовать так, как если бы я был ИГИЛ. А затем ИГИЛ, постфактум, возьмет на себя ответственность за это. Так что сидеть там и говорить, что у ИГИЛ есть какой-то свод правил, неправильно. У ИГИЛ нет никакого свода правил. И поэтому невозможно, ты же знаешь, сидеть там и говорить, что эта атака, ты же знаешь, была смоделирована в соответствии с прошлой практикой ИГИЛ, или была отклонением от нее. Поэтому мы не должны обращать на это внимание. Мы просто должны смотреть на саму атаку. Ты же знаешь, что это несерьезные исламисты. Они не уважают свою религию. Они напали в Рамадан. Они дали шахаду неправильно, или по крайней мере таким образом, который не показал благочестивого отношения к святости исламской веры. Они не действовали из глубоких религиозных убеждений. Многие боевики, когда они совершают действия от имени ИГИЛ, выбирают мученическую смерть и стремятся попасть на небеса и получить свои небесные награды за мученичество во имя Ислама. Это были наемники, люди, которые были завербованы за деньги для совершения действий за деньги. Они планировали выжить. У них был план побега. Я думаю, что мы должны тратить меньше времени на то, чтобы говорить, были ли они ИГИЛ или нет, и больше времени на то, чтобы говорить, кем они были. Забудьте об ИГИЛ. Это прикрытие. Это что-то такое, что было брошено туда, чтобы отвлечь внимание от того, что на самом деле здесь происходит. И что на самом деле здесь происходит, так это то, что Украина использует инструмент, который стал ей доступен. Будь то исламские боевики или какой-то другой инструмент, замаскированный под исламскую воинственность. Украина использовала этот инструмент для совершения нападений на Россию. У нас есть Буданов, глава украинской военной разведки. У нас есть Мельник, по-моему так его зовут. Я могу ошибаться. Глава СБУ, который хвастается этим нападением, хвастается подобными нападениями. Давайте перестанем говорить об ИГИЛ и ИГИЛ-К, и сосредоточимся на проблеме Украине и ее главном посреднике, Соединенных Штатах. Мы знаем, что эти люди были таджиками, и как вы думаете, были ли они частью тех людей, которых украинское посольство завербовало в Таджикистане? Мы узнаем это в ходе расследования. Я сомневаюсь, что это люди, завербованные украинским посольством в Таджикистане. Потому что, насколько я понимаю, по крайней мере двое из них, и возможно все четверо из них, были жителями Москвы, уже в Москве. Но это не значит, что мы игнорируем тот факт, что украинское посольство вербовало таджиков. Потому что это свидетельствует об интересе со стороны Украины к этнической группе, которая интегрировалась в российское общество. В России, как вы знаете, есть эмиграция. Некоторые из них законны, некоторые из них незаконны. Россия использует иммигрантов из Центральной Азии для того, чтобы обеспечить определенные трудовые навыки строительных рабочих. По сути, я называю это, и это ужасная вещь, которую нужно сказать, но, к сожалению, это так. Жители Центральной Азии — это латиноамериканцы России. Как Соединенные Штаты злоупотребляют латиноамериканской эмиграцией для ввоза иностранцев без документов с целью создания подкласса людей. Квази-рабство, для выполнения работы, которую гринго, белые люди, не хотят делать. Это в некоторой степени отражается в России на том, как они относятся к жителям Центральной Азии. Я не говорю, что это прямое сравнение. Я говорю, что это приблизительное сравнение, но оно есть. И эти группы населения могут эксплуатироваться преступниками, торговцами на черном рынке, контрабандистами людей, наркоторговцами и иностранными разведывательными службами. Точно так же, как курдское население Багдада в 1990-х годах эксплуатировалось ЦРУ, британской разведкой, израильской разведкой, иорданской разведкой, иранской разведкой, используя в своих интересах этнически обособленную группу, которая существовала законно. Была там, имела полное право водить такси, владеть отелями, владеть квартирами, покупать еду. Но затем, поскольку они отделены друг от друга, они могут создать безопасное убежище для людей, которые в настоящее время работают, стремясь работать вне поля зрения государственного контроля. Я знаю это, потому что я лично был вовлечен в использование курдского населения Багдада в Ираке, в качестве посредника в сборе разведывательной информации. Так что я знаю, как это работает. Я не говорю здесь гипотетически. Так что я точно знаю, что ЦРУ, британская разведка, украинская разведка, контрабандисты наркотиков, торговцы людьми, вы знаете, торговцы на черном рынке, используют население Центральной Азии как шоссе, чтобы избежать основной деятельности, которая может быть обнаружена российским правительством, чтобы оставаться вне поля зрения. И поэтому я не думаю, что мы должны сбрасывать со счетов то, что украинцы делали в своем посольстве в Таджикистане. Я думаю, мы используем это как доказательство того, что украинцы заинтересованы в налаживании связей с таджикским сообществом внутри России, которые могут быть использованы в гнусных целях. Они обучают этих людей в Турции, есть некоторые сообщения о том, что они говорят о том, что эти тренинги проводились в Турции для подготовки этих людей. Как я уже сказал, расследование все еще продолжается, но как вы знаете, есть вероятность того, что они проходили подготовку в Турции. Это не так. Это само по себе не подтверждает ни одну из теорий. Помните, я думаю, нам нужно познакомить вашу аудиторию с концепцией скрытности. Позвольте мне напомнить вам, что означает скрытность. Это означает, что это может быть опровергнуто. Это означает, что при организации операции вы делаете это таким образом, чтобы это никогда не могло вернуться к вам. Чтобы это всегда можно было рассматривать как что-то другое. Чтобы в случае разоблачения это можно было опровергнуть. Мы не были вовлечены. Мы не имели к этому никакого отношения. Так что если вы собираетесь обучать людей, которые с высокой вероятностью будут работать внутри Москвы и могут быть скомпрометированы, захвачены или убиты. Хотите ли вы обучать их в Украине со всеми отпечатками пальцев, прикрепленными к этому там, или вы установите отношения с третьей стороной, которая замаскирует. Знаете ли вы, кто стоит за обучением, о котором идет речь? Так вот, тот факт, что у нас в Турции есть инструкторы и возможности для обучения, которые использовались не только ИГИЛам, но и, как вы понимаете, Турция обучает людей в Турции, которые проникают в Сирию с целью свержения Башара Алясада. Соединенные Штаты используют эти учебные базы для подготовки людей, которых они хотят отправить в Сирию для свержения Башара Алясада. Или они обучают людей, которых они хотят внедрить в Ирак с гнусными целями, или внедрить в Ирак, а затем в Иран. Британцы делают то же самое, израильтяне делают то же самое. Турция — это рассадник международных интриг и шпионажа. И так что если вы украинцы, то это самое естественное место, куда можно пойти, чтобы окунуть людей, которых вы используете для атаки. Окунуть овец в воду означает, что вы собираетесь сделать из них что-то, что не похоже на вас. И так что да, это имеет смысл, что это в Турции, но опять же, это только начало расследования. И я думаю, что нам просто нужно посмотреть, куда ведут эти ниточки. Что мы действительно знаем, так это то, что было арестовано 40 человек. И поэтому я совершенно уверен, что это дело будет развиваться. Ключевой аспект, и я узнал об этом, когда проводил свои расследования в Ираке, заключается в том, чтобы следить за деньгами. И вы многое узнаете, следя за деньгами, а без денег ничего не происходит. И деньги — это одна из тех вещей, которые в конечном счете довольно трудно устранить с точки зрения отслеживаемости. Потому что либо у вас есть электронная связь, которая ведет вас куда-то. Либо у вас есть большие суммы наличных, что само по себе проблематично. Откуда взялись эти наличные? И чем больше ты копаешься, тем больше ты собираешься найти что-то, на что были потрачены наличные деньги. Когда ты допрашиваешь 40 человек, один или два из них скажут «да». Ну, парень, который привез Абдула, привез наличные деньги. Ну, теперь ты ищешь Абдула. Ты найдешь Абдула благодаря подключению, камерам и так далее. И Абдул скажет «я получил это от Авраама». А потом ты найдешь Авраама, и Авраам скажет «ну, я получил это от Ивона». Ивон, что ты имеешь в виду под Ивоном? Мы прошли путь от Абдула до Авраама до Ивона. Зачем вообще это давать? О, теперь мы нашли украинскую связь. Видишь ли, потому что они были недостаточно умны, чтобы сделать это в пять, знаешь ли, итерации сложности. Потому что спецслужбы — это люди. Они ленивы. Они делают ошибки. Они делают очень много ошибок. Они становятся высокомерными, они становятся дерзкими, они начинают верить в свою собственную шумиху. Просто спросите ЦРУ в 2003 году, похитившей египетского священнослужителя из Италии, только для того, чтобы вся их сеть похищений. 20 офицеров ЦРУ были выявлены из-за ошибок, которые они допустили в своих коммуникациях. Итальянцы смогли отследить все это, обратившись к вышкам сотовой связи, получив подключение, выяснив, кто кому звонил, и сложив все это вместе. Люди звонили по своим настоящим именам, потому что часто просто ленятся. Они становятся дерзкими. Они сказали, никто меня не слушает. Я ЦРУ. Я действительно хорош в том, что я делаю. Так что я просто назову его своим другом Полом, потому что я разговариваю по зашифрованному телефону, и они никогда не узнают, но теперь они знают. Потому что номер телефона привязан к тебе, и ты назвал свое имя, и бум. Они просто все время совершают ошибки. И в зависимости от оказываемого на них давления и временных рамок, в которых они работают, вы знаете, что может быть допущено больше ошибок, чем обычно. Мы узнаем, насколько хороши были в этом украинцы. Я скажу, что украинцы были очень небрежны, потому что факт в том, что опять же, если я собираюсь, если часть моего плана побега состоит в том, чтобы нападавшие, пока они едут в машине, совершали телефонные звонки через тщательно охраняемую границу в приемную комиссию, чтобы открыть границу, как минимум я собираюсь использовать одноразовые телефоны, а это означает, что какой бы телефон ни общался с вами. У вас должен быть ряд одноразовых телефонов для телефонов первой фазы. В конце первой фазы все эти телефоны уничтожаются, вы переключаетесь на новые телефоны и запускаете другие протоколы. На втором этапе вы избавляетесь от этих телефонов, переключаетесь на третий этап, новые протоколы. И на каждом этапе операции используются новые телефоны. Почему? Потому что это затрудняет задачу. Но если вы используете один и тот же телефон на протяжении всей операции, а затем один из ваших телефонов оказывается взломанным, вся ваша сеть взламывается. И именно это и произошло здесь. Это лениво. Это показывает недостаток внимания к деталям со стороны планировщиков. И если они допустили такую ошибку там, я гарантирую вам, что они допустили ошибки и в других частях операции, особенно когда дело доходит до денег. Потому что, как я уже сказал, деньги это очень сложная вещь для сокрытия. Денежный след это всегда тот самый фатальный недостаток в операции. И я думаю, что русские прямо сейчас очень усердно работают над тем, чтобы отследить деньги, выяснить, кто их финансировал, откуда эти деньги пришли. И есть причина, по которой я думаю, что русские так уверены в том, что за этим стоит Украина. Потому что я думаю, что они знают. И теперь то, что они пытаются сделать, это просто подкрепить уверенность в знаниях достаточным количеством достоверной фактической информации, которая может быть обнародована. Помните, русские это не Соединенные Штаты. Они не испытывают врожденной потребности жертвовать секретными операциями и секретными методологиями, чтобы удовлетворить любопытство общественности. Они предоставят необходимую информацию, основанную на фактах, но они не собираются делать это таким образом, чтобы это поставило под угрозу то, как они работают. Итак, вы знаете, прямо сейчас русские заняты поиском денег. Если бы это были Соединенные Штаты, кто-нибудь где-нибудь позвонил бы репортеру, слил бы информацию. А затем все чувствительные технологии, методологии и личности каким-то образом попали бы в газеты. Потому что каждый хочет получить свои 15 минут славы. В России им наплевать на свои 15 минут славы. Они заботятся только о результатах. Так что мы получим факты, когда придет время, и я почти уверен, что факты будут достаточно убедительными, чтобы осудить Украину, но русские будут действовать по своему графику. Ими не движет никакая внешняя искусственность. Когда дело доходит до причин этой атаки, как вы думаете, они хотели сделать это до президентских выборов? В чем выгода для них, для украинцев, если предположить, что за этой атакой стояли украинцы? Хотели ли они создать какие-то проблемы с безопасностью в России, чтобы показать, что Путин не так уж и силен? Они настолько слабы, когда дело доходит до их безопасности. Ну, мы это знаем. Нам не нужно строить догадки. Буданов уже говорил о том, что Украина проводила операции, направленные на то, чтобы сорвать выборы, подавить голосование, подорвать мнение россиян о Владимире Путине. Откуда мы это знаем? Потому что украинская разведка, военная разведка стояла за попытками русских националистов напасть на Белгородскую и Курскую области. И лидеры этих националистических групп пришли прямо оттуда. Мы делаем это для того, чтобы сорвать выборы. Мы делаем это для того, чтобы сорвать выборы. Так вот, русские националисты, организованные российской разведкой, нападают на Россию, чтобы сорвать выборы. Сорвать их двумя способами. Подорвать доверие к Путину и подавить явку избирателей. Есть два важных момента, которые выявились в ходе президентских выборов. Один из них заключается в том, что на Западе мы фокусируемся на 88-процентной поддержке Владимира Путина. Но мы видим, что мы фокусируемся на этом, потому что тогда нам нравится нападать на это, говоря, да, но у него не было реальной оппозиции. Так что, конечно же, вы получили 88%. Но самое важное число, и во-первых, я люблю Марию Захарову, которая, вернувшись, сказала, ну, по крайней мере, у него была какая-то оппозиция. Репортер BBC, ты знаешь, она спросила, а какая оппозиция была у Сунака? Никакой. Так что не читай лекции России о демократии. Ты знаешь, я не попал в Соединенные Штаты. Я имею в виду, что вместо одного человека мы получили двух, Трампа и Байдена. Это действительно выбор? Нет. Проявил ли себя американский народ? Так что это представление о нехватке вариантов для россиян абсурдно. У них был наилучший доступный вариант, парень, который спас их от катастрофы 1990-х годов, который спас их от расширения НАТО, и который спас их от катастрофы на Украине. Если бы у вас не было такой сильной личности, как Владимир Путин, Украина сегодня была бы частью НАТО, и НАТО продолжало бы свою политику по развалу России, уничтожению России и возвращению русских в 1990-е годы. Так был ли у русского народа действительно какой-то другой выбор? Нет. И это, а также их удовлетворенность этой реальностью, отражены во втором показателе данных, который составляет 77%. В Соединенных Штатах в 2020 году, в то время, когда, как вы знаете, у нас проголосовало больше людей, Дональд Трамп получил вторые по величине количества голосов в истории президентских выборов. Если бы Джо Байден не получил на пару миллионов больше, он был бы тем парнем, который получил больше голосов. Так что Байден получил больше. Так что в совокупности мы говорим о самом высоком уровне демократического участия в американском демократическом опыте, 66%. Россия получила 77% на выборах, где был только один выбор, Владимир Путин. Так что это говорит о том, что они голосовали за нечто большее, чем просто лидера. Они голосовали за Россию. Они голосовали о России. Они говорили, у нас есть уверенность в России. Мы верим в то, что происходит. Мы верим в эту систему. И поэтому цель людей, совершающих эти атаки, состоит в том, чтобы снизить это число, число участников. Видите ли, чем оно ниже, тем больше вы можете утверждать, что несмотря на то, что Владимир Путин победил, у него нет широкой поддержки русского народа. Если бы им удалось снизить это число до 48%, они могли бы сказать, что более половины россиян не верят в Россию. И это было их целью, атаковать, чтобы снизить доверие, чтобы снизить. Но это не сработало. А теперь, кто стоит за украинской разведкой? Действительно ли это их стратегическая цель? Они сражаются за свою жизнь на поле боя. Действительно ли они заинтересованы в этих выборах? Соединенные Штаты являются движущей силой для этого. ЦРУ является движущей силой для этого. ЦРУ стоит за украинской разведывательной организацией этих русских националистов, нападающих на Белгород. И ЦРУ стояло за продолжающимися с 2004 года усилиями по вмешательству в российский избирательный процесс, чтобы подорвать доверие к Путину и не допустить его переизбрания. Это политика, проводимая ЦРУ. Теперь переросло ли это в прямую атаку или нет, мы не знаем. Что я могу сказать, так это то, что у меня нет никаких сомнений в том, что украинцы намеревались, чтобы эта террористическая ячейка совершила нападение на 9 мая на шамана, чтобы подорвать доверие россиян. У украинцев прямо сейчас есть только один путь к победе над Россией, и это если вместе с коллективным Западом они смогут с помощью экономических санкций обрушить российскую экономику. И из-за затягивания этого конфликта подорвать доверие россиян к Владимиру Путину как лидеру, а затем каким-то образом создать условия для того, что они называют московским Майданом. Была надежда, что восстание Пергасина, произошедшее в июне прошлого года, по-видимому, было украинской операцией, проводимой ЦРУ. Мы знаем, что Пергасин поддерживал контакты с украинской разведкой вплоть до этого решения. И ему дали понять, что если он двинется на Москву, то люди в Москве поднимутся в его поддержку, и что может произойти момент московского Майдана, когда российское население выйдет на улицы Москвы и скажет, мы больше не доверяем Путину. Мы возлагаем наши надежды на Пергасина, и они сметут его с власти. Это была надежда. Это была мечта. Это то, чего хотели украинцы. Это то, чего хотели американцы. Этого не произошло. Они хотят, чтобы произошло то же самое. Так что начав подобную атаку, если бы это было сделано против шамана, могло бы спровоцировать в умах больных людей, которые думают, что это хорошо. Спровоцировало бы социальные беспорядки, подобные тем, что произошли в Киеве в феврале 2014 года на Майдане. Они отправились на московский Майдан, чтобы избавиться от них. Это их единственная надежда. Итак, у вас есть украинская разведка, готовая делать такие вещи, как наносить дальние удары по российским нефтяным терминалам, нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам. В попытке подавить российскую экономику и эти продолжающиеся атаки с целью устранения журналистов и русских националистов, таких как Дарья Дугина и Татарский. С целью устранения украинских политиков в центре Москвы выстрелом в затылок. Они признались нам, что взорвали Крымский мост. Они признались, что по их словам мы делаем все это. А потом, когда они спросили, а как же эта атака? Они сказали, нам это нравится. Нам это нравится. Мы хотим больше этого. Я имею в виду, что это своего рода детское отношение. Так что да, они сделали это, чтобы сорвать выборы. Да, они сделали это, чтобы подорвать доверие к Владимиру Путину. Но что более важно, они сделали это просто для того, чтобы терроризировать российское население в рамках этих общих усилий по созданию московского Майдана. Это имело неприятные последствия. Это показывает, насколько глупы эти люди. Путин сейчас сильнее, чем когда-либо, и более популярен, чем когда-либо. Российский народ более сплочен, чем когда-либо. Люди, которые консультируют этих людей о том, что нужно сделать, чтобы добиться определенных результатов, это люди, совершенно не знающие реальности сегодняшней России. Почему они этого не делают? Я имею в виду, боже мой, ЦРУ, отправьте людей в Россию. Вы могли бы послать кого-нибудь под прикрытием, чтобы он отправился в турне в мае прошлого года. Вы видите то, что вижу я. Вы бы сказали, подождите минутку, эти люди довольно сплочены. Вы могли бы приехать со мной в декабре и январе и увидеть сплоченный народ, сильный народ, стойкий народ. Затем вы могли бы вернуться в штаб-квартиру НАТО или штаб-квартиру Лэнгли и сказать, это безумие то, что мы делаем. Предполагается, что это разведывательная организация, значит интеллигентная, разумная, умная, основанная на фактах. Но это не так. Это люди, которые полностью потеряли связь с российской реальностью и действуют в рамках системы, основанной на фантазиях. Где они позволили антипутинским настроениям и эмоциям диктовать, знаете ли, новую реальность. Это настолько далеко от того, что происходит на самом деле, чтобы создать этот фантастический мир, который позволяет им думать, что совершив террористический акт в центре Москвы, они каким-то образом свергнут Россию. Это безумие. Если мы, наконец, узнаем, что за этим терактом на 100% стояли украинцы, считаете ли вы, что отчаяние, которое они испытывают на поле боя, является частью этого теракта? Потому что мы знаем, что Виктория Нуланд говорила о неприятном сюрпризе для россиян и говорила об асимметричной войне. Это часть этой политики, по вашему мнению. Но это была политика с самого начала. Запад всегда знал, что Украина не победит Россию. Украина не может победить Россию. Это физически невозможно. Пожалуйста, наденьте свою шапочку для размышлений. Как нация такая маленькая может победить нацию такую большую? Этого не случится. Этого никогда не случится. Речь всегда шла о том, чтобы затянуть конфликт настолько, чтобы причинить достаточно вреда России, чтобы создать сдвиг во внутреннем политическом мышлении российского народа. Когда в сочетании, вы знаете, если в сочетании с крахом экономики, это может привести к свержению российского правительства изнутри. Это всегда был путь к победе. Украина никогда не собиралась побеждать на поле боя. Все это знали, за исключением может быть горстки украинцев. Но даже украинским генералам пришлось признать реальность. Они знали, что борются за время, надеясь, что если Путин уйдет, то Запад сможет одержать верх над новым российским правительством и вернуть Украине ее территории. Именно так они добьются этого путем переговоров с побежденной Россией. Таков всегда был план игры. Украина всегда была ориентирована на это. ЦРУ обучала украинскую разведку такого рода операциям еще до начала российской специальной военной операции. Так что нет, вы не можете сказать, что это произошло только из-за ухудшения условий на поле боя. Это это должно было произойти, несмотря ни на что. Украинские националисты, опять же люди, вы знаете, которые являются психологами и социологами, интересно взглянуть на источники их ненависти к русским. Потому что они ненавидят русских. Они дегуманизируют их. Они называют их орками. Они называют их недочеловеками. И это не новое явление. Это явление, которое восходит к началу современного украинского национализма. Степан Бандера и другие всегда рассматривали русских как недочеловеков, поляков как недочеловеков. Они говорили о чистом западноукраинском стереотипе, который настолько чист, что они чувствовали себя сродни арийскому превосходству нацистской Германии. Это больные люди. Это действительно больные люди. Их с детства учат ненавидеть, учат верить в то, что они этнически и расово превосходят других. И они жестоко обращаются с людьми. Они жестоки по отношению к людям. Они запрограммированы на то, чтобы делать такие вещи, как Бобби Эр, например, быть членами Айс. Боже мой, Айс Командос, или я уверен, что сейчас я коверкаю это слово. Но эскадроны смерти, немецкие эскадроны смерти, ты же знаешь, это то, что они делают. Это то, что они любят делать. Вот почему они не кричат, когда появляются такие организации, как правый сектор. Они не кричат, когда появляется полк Азов. Они не кричат, когда 48 россиян сожжены заживо, и их мертвые тела осквернены украинскими политиками, членами парламента, которые бегают вокруг. И пинают мертвые тела в поисках большего. Они не кричат, когда в 2014 году Азов оккупирует город Мариуполь, насилует женщин, убивает детей, издевается над русскими. И они делали это в течение 8 лет. А затем они позволяют этой истории превратиться в пропагандистский фильм, получивший премию «Оскар» 20 дней в Мариуполе. Украинцы не кричат и не говорят «Нет, это неправда, потому что им промыли мозги». Итак, это люди, которые думают, что это нормально, совершать эти акты терроризма. Вы видите, как многие украинские аккаунты в социальных сетях просто сходят с ума, радостно сходят с ума от смертей этих российских мирных жителей. С Украиной что-то не так. Это болезнь, это заболевание. В журнале Economist есть статья. В ней говорится, что следующие 5-8 месяцев могут иметь решающее значение для Украины. В нем рассматриваются различные аспекты украинской рабочей силы, боеприпасов, которые они получают, вероятность победы Трампа на выборах в США, и возможность российской обороны на Украине в ближайшие 5-8 месяцев. Как вы видите поле боя? Ну, во-первых, давай посмотрим правде в глаза, мы с тобой уже некоторое время разговариваем. Как долго я говорил, что боеприпасы станут проблемой? Вечно. Как долго я говорил, что рабочая сила станет проблемой? Вечно. Как долго я говорил, что оборудование станет проблемой? Вечно. Обучение станет проблемой навсегда. Так что экономистам внезапно придется проснуться и сказать, о, это может стать проблемой через 6 месяцев. Нет, это происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Украина не переживет еще 5-8 месяцев в нынешних условиях. Я не знаю, видели ли люди то, что происходит в Харькове прямо сейчас. Противовоздушная оборона выведена из строя. Русские теперь могут сбрасывать планирующие бомбы на Харьков. Харьков всегда был одним из тех мест, где была мощная противовоздушная оборона. И националисты, и украинские военные могли действовать внутри Харьковского городского округа с чувством, ну знаешь, неуязвимости. Больше нет. Россия сбрасывает бомбы на центр Харькова прямо сейчас, уничтожая эти цели. Это конец способности Харькова сопротивляться. Украине придется сдать Харьков в ближайшие недели, я считаю, потому что у них нет шансов удержать его. Он будет окружен. Там могут быть какие-то твердолобые националисты, но в конце концов это конец груза. И это будущее каждого отдельного места, которое Россия хочет занять прямо сейчас. Украинцы не способны организовать устойчивую сплоченную оборону. Потому что теперь Россия применит системы вооружения, которые могут работать с большей степенью свободы. Потому что у Украины больше нет средств противовоздушной обороны. Так что как только украинцы подтянут войска, разместят их и окопаются, бум-бум-бум-бум, они мертвы. Прибывает подкрепление, бум. Они мертвы еще до того, как мы доберемся до поля боя. Командиры пытались собраться, чтобы обсудить их. Бум, они мертвы. Приезжают люди из тыловых служб и говорят, где нам разместить топливо. Бум, они мертвы еще до того, как они успеют поговорить об этом. Россия контролирует воздушное пространство. И дело не только в том, что сейчас делает Россия на поле боя с этими планирующими бомбами, но и в том, что она делает в тылу с помощью беспилотников. Они просто накрывают тыл, уничтожая все, что движется. А затем вы сочетаете это с тем фактом, что Россия снимает перчатки, когда дело доходит до стратегической воздушной кампании. И начинает применять гиперзвуковое оружие циркон, кинжалы, гиперзвуковое оружие кинжал. Но теперь, когда все средства противовоздушной обороны выведены из строя, даже беспилотники, которые были в значительной степени выставлены там в качестве приманки, говоря, вот все 50 беспилотников, стреляйте по ним своими ракетами за миллион долларов. Больше нет ракет за миллион долларов, чтобы стрелять по ним. Так что теперь беспилотники наносят удары по стратегическим целям. Все кончено. Все для Украины. Так что вы знаете, что экономисты, они вообще никогда не были правы. Они всегда были настроены антироссийски. Так что тот факт, что они сейчас строят догадки, является своего рода их признанием того, что возможно Россия делает что-то правильно. Но даже тогда они не могут быть честны в отношении неизбежности и непосредственности коллапса, происходящего в Украине. Я видел, что вы написали статью о новостях консорциума, французы написали о ядерной войне. И я разговаривал с Рэем. Он сказал, что вы написали черновик этой статьи. Виновен. Да. И по вашему мнению, куда мы движемся, если посмотреть на поведение французского президента Эммануэля Макрона? Я имею в виду, что это очень сложный вопрос. И это затрагивает психологию Франции и психологию этого эксперимента с Европейским Союзом, к которому Франция присоединилась. Это затрагивает психологию Франции в том, что касается НАТО, и тот факт, что Франция всегда была в некотором роде. В некотором роде запугана НАТО, потому что чувствовала себя недостаточной, уменьшенной в глазах НАТО. Макрон был человеком, который смотрел на Европу, смотрел на Америку, смотрел на Россию и говорил, я не хочу, чтобы Европа стала полем битвы между этими двумя сверхдержавами. И поэтому вместо того, чтобы позволить Европе быть поглощенной американскими национальными интересами и внешней политикой, пришло время Европе встать на ноги и определить свои собственные параметры безопасности и придумать свои собственные средства, отдельные от НАТО, чтобы защитить их. Это довольно здравая мысль. Удивительно, если вы когда-нибудь сидели с Путиным, который говорил, нам нужна новая европейская система безопасности. Они говорят то же самое. Они говорят то же самое. Путин говорит, эй Европа, давай поговорим с тобой. Убери этих американцев, потому что они нарушители спокойствия. Давай просто поговорим с тобой. Мы сделаем так, чтобы это сработало. Украина, они могут присоединиться к Европейскому Союзу, если захотят, но они не могут быть частью НАТО. Они не могут быть частью какого-либо военного альянса на нашей границе. Но если вы хотите интегрировать их экономически, не стесняйтесь, если вы собираетесь заплатить цену, но не просите нас заплатить эту цену. Если ты хочешь, чтобы это было сделано, ты позаботишься об этом беспорядке, о том, что называется Украиной. Но если нет, то мы сделаем это. Но вы, ребята, держитесь подальше от этого, потому что мы не можем смешивать две системы. Но Россия была более чем счастлива поговорить об этом с Макроном. Но потом, вы знаете, Соединенные Штаты и НАТО, НАТО это ядовитая пилюля Европы. Вы знаете, настаивали на том, что Украина имеет право на членство. А Россия провела красную черту, и теперь мы находимся там, где мы находимся. Но Макрон, как и остальная Европа, не решался слишком агрессивно вмешиваться в украинскую проблему из-за страха расширения этого конфликта. Они не хотели мировой войны с Россией. Но Соединенные Штаты давят, давят, давят. И как только вы сделаете это, это будет похоже на поход в казино, и вы как бы заразитесь болезнью азартных игр. Вы знаете, вы заходите туда с 500 долларами в кармане и говорите, я собираюсь сыграть только на 500 долларов. Если я проиграю, я уйду. Но потом ты проигрываешь и говоришь, ну что же, в моем кошельке есть банковская карта. Я могу пойти и снять 1000 долларов. Но как только это будет сделано, я уйду. Но может быть я выиграю свои 500 долларов обратно. Следующее, что вы знаете, вы потеряли 500 долларов, затем вы потеряли 5 долларов 500. Теперь вы сняли свою кредитную карту, потому что вы не просто снимаете наличные, потому что у вас больше нет наличных, и вы сжигаете 8 долларов 0 на своей кредитной карте. Тогда ты звонишь в банк и берешь ипотечный кредит, а затем забираешь деньги из фонда на обучение детей. И теперь ты так глубоко увяз в этом деле, что не можешь отступить, потому что твоя единственная надежда это чудо, бросок кубика или вращение колеса. Вот и все. Чудо должно спасти тебя. И вот в чем заключается проблема, с которой сейчас столкнулась Франция в Европе. Они купились на эту американскую чепуху и надеются на американское чудо, говоря, что вы, ребята, спасете нас, не так ли? А Америка сказала, извините, у нас здесь внутренняя политика. У нас президентские выборы и безумие то, что делает Конгресс. Мы отступаем. Мы не можем дать вам те деньги, которые мы обещали. Мы отступаем. И Макрон наклоняется вперед и говорит, подожди минутку, теперь я сам по себе. И видишь ли, он не может признать, что он никто. Он не может признать, что Франция это всего лишь страна среднего размера, не имеющая реальных возможностей. Что у Франции нет никакого значимого потенциала для проецирования военной мощи. Франция это ничто, экономически ничто. Он не может признать это, потому что признать это означает, что Европа это ничто, что этот эксперимент с Европейским Союзом провалился. Это также означает, что НАТО это ничто иное, как то, чего всегда боялась Франция. Ничто иное, как расширение американской национальной безопасности и внешней политики, политического императива. И вместо того, чтобы признать правду и попытаться спасти положение, отступив и сказав, что мы можем здесь спасти. Он собирается удвоить ставку. Он берет все и кладет это на стол, и он угрожает положить это туда. И то, что он говорит, это то, что они знают, что Украина находится на грани краха прямо сейчас. Она рушится, это происходит прямо сейчас. Они знают, что все кончено. И единственный шанс, который у них сейчас есть, это привлечь к этому НАТО. Но НАТО не собирается вмешиваться по собственному желанию. Так что вам нужно обманом заставить НАТО вмешаться. Так что французы собираются обмануть НАТО, вмешавшись сами, разместив силы на растяжке, двух человек, способных увеличиться до 12. Способных вырасти до 20, если вы привлечете Прибалтику. И как только у вас будет 20 человек, если вы привлечете поляков, британцев и других, вы сможете довести это число до 60. И если вы обманом заставите русских не нападать на эти 60 человек, они могут быть мгновенно преобразованы в силы НАТО посредством встречи в соответствии со статьей 4. И теперь у нас есть войска НАТО на западе Украины, проект воздушной мощи и вы спасли положение. Вы внезапно спасли ситуацию. Проблема с этим сценарием заключается в том, что русские не играют в мяч. Они уже сказали, что как только первый французский ботинок ступит на землю, мы его убьем. Вы хотите, чтобы два французских ботинка ступили на землю? Мы убьем их. Вы хотите, чтобы 60 человек, которые убьют их? Вы никогда не добьетесь, чтобы эта сила вступила в игру. И теперь Франция сидит там и говорит, хорошо, если они это сделают, как нам теперь с этим справиться? Хорошо, так что мы вводим французские силы. Теперь они собираются атаковать. Теперь мы собираемся перебросить сюда самолеты. Они собираются их сбить. Так что теперь мы обратимся к НАТО и спросим, не придете ли вы нас спасать? И вот в чем заключается игра. Собирается ли НАТО сказать да или оставить Францию в подвешенном состоянии? И вот в чем вопрос для Джо Байдена прямо сейчас, в год президентских выборов. Франция ставит его на копейку. Собирается ли Джо Байден сказать, нет, мы выходим из НАТО после всех этих звуковых фрагментов, где он говорит, что это священная миссия? Мы никогда не отступим. Собирается ли он отступить? Или он собирается сказать, боже, я баллотируюсь на пост президента. Я должен. Мы не отступаем. Выпусти ракету, отправь самолеты. А теперь Россия говорит, подождите минутку, эти самолеты взлетели с территории НАТО. И тогда Россия уничтожает все эти объекты, используя активы, которые поступают из глубины России. Так что теперь НАТО говорит, ну что же, мы должны нанести ответный удар по ним, и посылает ударную группу, чтобы уничтожить его. Они поражают авиабазу Ингалс, где находились бомбардировщики «Медведь». Но некоторые из этих бомбардировщиков «Медведь» являются частью стратегического ядерного сдерживания, и теперь они только что уничтожили часть стратегического ядерного сдерживания России. Что в соответствии с российской ядерной доктриной означает, что вы объявили России эквивалентную ядерную войну, и Россия собирается нанести по вам ядерный удар. И теперь Россия нанесет ядерный удар по центрам принятия решений в Европе. Это произойдет. Россия не блефует. А потом Джо Байден будет сидеть там и говорить, «Ну что же, я пытаюсь позвонить в Лондон, но они не берут трубку, потому что это дымящаяся дыра». В Париже их тоже нет. В Брюсселе никого нет. Черт возьми. А русские говорят, «Ты хочешь кусочек этого?» И теперь Джо Байден должен принять решение. Хочу ли я пожертвовать Америкой, потому что пути назад нет. Если вы запустите ракету по России, потому что вы должны доказать, что вы мужчина, все умрут. Вот в чем опасность этого, и это реальная опасность, потому что французы в отчаянии. В них есть отчаяние игрока за игровым столом, который не может выйти из-за стола, и они готовятся пойти ва-банк. Но проблема в том, что накануне только их задницы. Это касается всех нас. И именно поэтому я написал эту статью, потому что крайне важно, чтобы люди понимали, где мы сейчас находимся и насколько опасна эта ситуация. Это так. Другая вещь это ракеты Таурус. Эти ракеты большой дальности, которые могут поразить российскую территорию, некоторые цели в России. Как вы думаете, это станет путем к эскалации до какой-то ядерной войны? Нет, ни в коем случае. Россия уже ясно дала понять, что не собирается сбрасывать ядерную бомбу на первое место. Так вот они наносят удар. Россия ясно дала понять, что может стереть с лица земли Украину за один день, используя обычное оружие. Они готовятся к этому снова и снова, и снова, и снова. Так вот ты же знаешь, что Россия этого не сделает. Россия выиграет эту войну. Россия уже выиграла эту войну. Зачем им сейчас менять алгоритм? Так вот Украина запускает ракету Таурус и получает удачное попадание, убивает несколько человек, взрывает мост и так далее. Так вот теперь Россия собирается отреагировать слишком остро и отказаться от всего, над чем они так усердно работали, чтобы добраться сюда. Нет, Россия просто продолжит. Может быть ускорится еще немного, принесет еще немного боли, но ты продолжишь придерживаться курса, ограничишься Украиной. Теперь, если эти ракеты находятся на борту самолетов, которые взлетят с румынских или полярных авиабаз, это уже совсем другой вопрос. Это прямой конфликт с НАТО. И тогда мы окажемся на шоссе в Хилл. Но ты знаешь, Россия уже смирилась с тем фактом, что украинцы сейчас склонны к суициду. Ты знаешь, ты должен понять, я имею в виду, что это несовершенная аналогия. Но ты когда-нибудь проходил подготовку в качестве спасателя или что-то в этом роде, где тебе приходится нырять за тонущим человеком? И что тебе говорят? Тонущий человек не осознает, что ты идешь ему на помощь. Они будут бить тебя, они будут метаться, они будут биться головой о тебя. Они будут пытаться утащить тебя вниз, чтобы спасти себя. Вот что сейчас происходит в Украине. Они в океане, они мечутся и умирают. И любой, кто приблизится к ним, будет утащен под воду Украины. Это факт. С тех пор, как Байден пришел к власти, если вы помните, в его первом интервью CNN интервьюер говорил о том, считаете ли вы Пуна убийцей детей. И он сказал, да, я думаю, что так оно и есть. И только сегодня, буквально вчера, он снова сказал, что назвал Путина мясником. Когда дело доходит до такого рода обзывательства людей, особенно когда дело доходит до лидеров этих сверхдержав Си и Путина, в то время как они стремятся к такому типу поведения, который они совершают, не похоже, что это закончится чем-то хорошим для внешней политики США. Я имею в виду, что все, что сделал Байден, это опозорил себя и опозорил Соединенные Штаты. Просто, во-первых, это просто несколько не только иронично, но и лицемерно для Джо Байдена или любого другого американского президента разбрасываться именами. Каждый американский президент запятнан кровью невинных мирных жителей со всего мира. Джо Байден, в первую очередь, среди них, не только за время своего президентства, но и за время своего вице-президентства, за время своего пребывания на посту сенатора. Я напоминаю всем слушателям, что Джо Байден был сторонником вторжения в Ирак. Джо Байден выступает за каждую военную интервенцию, предпринятую Америкой. Там не было гражданского населения, на которое он не хотел бы сбросить бомбу. Так что вы знаете, если кто-то и является мясником, если кто-то и является убийцей, то это Джо Байден. Но вы не видите, чтобы русские заявляли об этом, потому что русские понимают, что Джо Байден представляет американский народ. Он является лидером американского народа, и это не тот способ, которым нужно вести бизнес. Нельзя обзывать людей. Вы должны сесть за стол переговоров с этими людьми и попытаться вести с ними диалог с позицией взаимного уважения. Это единственный способ добиться ответственного диалога, дипломатии, которая позволит решить эти проблемы без войны. Так что русские не занимаются обзывательством, хотя они находятся в лучшем положении, чтобы обзывать людей, чем другие. Но это также показывает, что это означает, что у Соединенных Штатов нет реальной политики. Видите ли, если бы у нас была реальная политика в отношении России, мы были бы сосредоточены на этой политике. Мы были бы сосредоточены на реализации этой политики. То, что происходит, я думаю, вы, ребята, люди, которые находятся в социальных сетях, видите это очень часто. Вы знаете, вы вступаете в дискуссию, кто-то что-то говорит, вы отвечаете какими-то фактами. Они возражают, вы должны ответить фактами, на которые они не могут возразить. Так что они говорят, ну ты толстый неудачник, который живет в подвале своей матери. Ну нет, но какое это имеет отношение к тому, о чем мы только что говорили? Никакого. Но у них больше нет аргументов. Так что по мере того, как Россия сталкивает Америку с пустыми политическими целями не только на Украине, но и в Израиле по всему миру, по мере того, как Россия обходит Америку дипломатическим путем повсюду, Джо Байдену ничего не остается, кроме как сказать, что он мясник. Это заставляет его чувствовать себя лучше, заставляет его чувствовать, что он выиграл дебаты. Но он ничего не выиграл. Он просто унизил себя, унизил Америку и лишил Америку всякой надежды на то, что она сможет усадить Россию за стол переговоров. Потому что какой стимул у России вступать в переговоры с Соединенными Штатами, когда их главнокомандующий говорит о российском лидере с таким безосновательным пренебрежением? Есть несколько сообщений, опубликованных Daily Mirror, и он говорит о том, что несколько англичан сражаются на стороне русских. Мы видим это разделение внутри наций. Как вы думаете, в конце концов, эти политики возьмут на себя какую-либо ответственность за эту глупую политику, которая убивает много людей? Ну, во-первых, я просто возьмусь за этот вопрос в том виде, в каком он поставлен. Русские знают, что это не глупая война. Русские защищают русских. Эта война ведется из-за восьмилетней резни украинских националистов против русского населения. Эта война ведется из-за того, что Украина используется Западом в качестве марионеточного государства для подрыва и уничтожения России. Русские прекрасно знают, почему они сражаются. Вот почему 1500 добровольцев каждый день отправляются на фронт. В армии США не хватает рекрутов. Армии США пришлось сократить 24 вакансии в армии из-за нехватки людей. Они сокращаются, потому что никто не хочет сражаться за Америку. Британская армия сокращается. Французы уезжают. НАТО разваливается. Никто не хочет сражаться за Запад. На Украине закончились мужчины. Люди убегают. Им приходится обходить людей и бить их по голове, чтобы пойти воевать. России в этом нет необходимости. Так что не говори, что это глупая война для русских. Они сражаются за свое экзистенциальное выживание, и если ты этого не уважаешь, то ты не понимаешь, о чем вообще эта война, и тогда просто бессмысленно вести диалог. Русские прекрасно знают, что они делают, пока они в Украине. Они знают, что происходит. Они знают, почему это происходит. И они готовы сражаться и умереть за это. Добровольцы, добровольцы, добровольцы прибывают. Добровольцы не прибывают. Теперь ты знаешь, к чему я клоню. Послушай, я уже говорил это в России и скажу это за пределами России. Я американец. Хотя я знаю историю и верю, что Россия находится на правильной стороне этого конфликта, эта война не является моей войной. Я здесь не для того, чтобы сражаться на стороне России. Я здесь для того, чтобы информировать американцев о реальности, информировать иностранцев о реальности этого конфликта, чтобы они могли лучше понять его, взглянуть на него в перспективе. Но сражаться в этой войне должны русские. Так что я всегда немного обижаюсь, когда вижу, как иностранцы сражаются на этой земле. Как американец, я сражаюсь только за свою страну. Я повешу американский флаг на плечо. Я уйду и буду сражаться и умру за американское дело. Иногда это дело является справедливым делом. Иногда это не является справедливым делом. Как солдат, матрос, летчик или морской пехотинец, ты не можешь выбирать. Ты просто говоришь, я здесь, чтобы служить, и молишься, чтобы твои политики отправили тебя на миссию, достойную той жертвы, которую они просят тебя принести. Ты знаешь, что всякий раз, когда я вижу кого-то, кто говорит, что я британец, сражающийся за Россию, я думаю, ну что же, это твое дело, но я не собираюсь тебе аплодировать. Русские могут аплодировать тебе, это их конек. Я имею в виду, что если бы я был русским, я бы поблагодарил тебя за то, что ты пришел. Но как американец я такой. Ну ты вроде как за что выступаешь? Ты британец? Ты не русский. Ты идешь сюда. Почему? Каковы твои мотивы? Ты искатель приключений? Ты хочешь прийти сюда, чтобы убивать? Ты военный турист? Какова твоя истинная мотивация? Ты свободно говоришь по-русски? Ты интересуешься русской историей? Твоя жена родом из России? Что привело тебя туда, чтобы сделать это? И все такое. Видишь ли, мне никогда не приходилось подвергать сомнению готовность русских сражаться в их собственной войне. Я знаю, к чему они клонят. Но когда они говорят, что я француз, сражающийся за Россию, или что все идиоты едут в Украину и делают то же самое. Все американцы там, которые скажи, что это мой патриотический долг. Нет, это не так. Америка не находится в состоянии войны с Россией. Это не твой патриотический долг, надевать украинскую форму и участвовать в этом конфликте. Так что знаешь, всякий раз, когда я вижу иностранцев, сражающихся за другие страны, это не значит, что они тоже находятся за пределами этого конфликта. У меня с этим проблема, потому что, понимаешь, война. Во-первых, войны никогда не должны вестись. И лучший способ предотвратить войну, это заставить национальное государство делать все возможное, чтобы решить проблемы, которые ведут к войне. Национальное государство — это интересы народа, коллектива, правительства, действующие в их коллективных интересах. Как только вы начинаете привлекать посторонних, вы как бы затуманиваете, вы как бы мутите эту воду. Теперь это становится чем-то другим. Я думаю, ты знаешь, что война, если она будет иметь место, должна быть чистой. И под этим я подразумеваю чистый конфликт между двумя конкурирующими нациями или двумя объединяющимися коалициями, где на кону стоят национальные интересы. Потому что единственный способ разрешить войну, это когда люди переосмысливают то, в чем заключаются их национальные интересы. Все эти люди, которые приезжают сюда, сражаются как иностранцы. Они здесь только для того, чтобы сражаться. Они здесь только для того, чтобы нажимать на спусковые крючки. Они здесь только для того, чтобы убивать. Они здесь только для того, чтобы получить острые ощущения. Они здесь только для того, чтобы заработать деньги. но они не являются частью национальных интересов. И поэтому я отвергаю их. Я надеюсь, что они все смогут вернуться домой в конце концов. Я предпочитаю, чтобы они вернулись домой, так и не вступив в бой, потому что, откровенно говоря, если ты русский и воюешь с Украиной, а на твою страну наложены санкции. И ты убиваешь украинца, ты не убийца, ты солдат. Но если ты британец, который приезжает сюда, надевает российскую форму, входит и убивает украинца, ты убийца. Ты там, где тебе не место. Ты убиваешь людей, с которыми у тебя нет реальной ссоры. Они не сражаются с Великобританией, они сражаются с Россией. И теперь ты здесь, ты убиваешь их. Ты убийца. И вот как я отношусь к наемникам. Я чувствую, что независимо от того, американец ты, британец или кто-то еще, если ты сражаешься за страну, которая тебе не принадлежит, и убиваешь людей, ты убийца. Ты не можешь сказать, что я делаю это по какой-то причине, потому что единственная причина, достойная этого, это защита твоей страны в соответствии с международным правом. Если ты находишься там и сражаешься на чьей-то чужой войне, ты убийца. Спасибо.